Приветствую вас. В данном случае речь идёт о привязке к маме. В том числе и о привязке к маме интимного характера и в силу того, что автор вопроса достаточно долго, а если точнее, то всю свою жизнь жил без отца, вот, очень находясь в очень близких отношениях с мамой. В том числе и по той причине, что мама, по его словам, вела не самый порядочный образ жизни, довольно часто меняя партнёров, и в том числе по причине, как говорит автор вопроса, её, мягко говоря, неоднозначного поведения в его сторону. То есть в каком-то смысле это провокативное поведение, в какой-то степени это поведение, что называется, безумное. То есть когда я вроде бы подпускаю тебя ближе, а как только ты подходишь, я тебя сразу же оттолкивал. Вот таким и вырос наш автор вопроса, таким тревожным, неуверенным в себе, бечевищен себя за своё, как бы, отношение к маме, или за свои отношения с мамой. Не так это, на мой взгляд, в данном случае важно. Но, тем не менее, по этой причине у него не складываются отношения с женщинами, а он хочет и жениться, и, возможно, иметь детей, и так далее. Но всё это, всё это для него сейчас недоступно. И автор вопроса говорит о том, что очень долго готовил себя к тому, чтобы задать его этот вопрос. Он говорит о том, что если это не поможет, то, что он всегда написал, то не видит смысла своего существования, так-то. И у меня здесь возникает такой своего рода встречный вопрос уже к вам. А как вы думаете, или как вы рассчитываете, что вам поможет то, что вы всегда написали, как вы, как и у вас ожидали? Потому что, ну, вы поделились своей проблемой сейчас. Вы поделились своими трудностями сейчас. Вы молодец, что обратились за помощью. Но почему-то вы говорите, что я боюсь обращаться к специалистам, так как, по вашим словам, закроют дырдом. Насколько мне известно, как бы на таких основаниях, какие вы описываете, никто никого в дырдом не запирает. Но у вас подобный страх присутствует. И, как мне кажется, присутствует у вас подобный страх не случайно. А связано с тем, что вам не особо хочется эту проблему решать. Ну, то есть, то есть, то есть, то есть, конечно, вы хотите ее решать, вам это мешает. Но так ли вам это мешает сейчас, как вы думаете? И так ли вам это мешает, чтобы реально начать что-то делать? Хороший вопрос, правда? Да, мой коллега обращает внимание на то, что который у вас вы what's the type of complex? Это правда. Комплекс у вас действительно дипс и связан он с тем, что вы воспринимаете мужчин, как вы воспринимаете мужчин, а именно вы конкурируете с мужчинами, желая стать как бы вот следуя эдиповым комплексом мужем для своей матери. Вы застряли в этом процессе, который является вполне себе естественным для любого человека. Вы просто в нем застряли, просто в нем остались. В какой-то степени можно даже сказать, что многие люди, поскольку застревают в этом, а кто-то и в другом состоянии, это является уже своего рода нормой. Нормой не в том смысле, что это окей, а нормой в том смысле, что довольно много людей как бы с этим сталкиваются, к сожалению. в какой реальности мы живем. И на мой взгляд, ваша задача является в том, чтобы просто для начала хотя бы разобраться в себе. Что для вас значит мама, что для вас значит мужское поведение мужчины, как вы воспринимали свою маму тогда, как вы воспринимаете свою маму сейчас и так далее. Да? То, что с вами происходит, те чувства, которые вы испытываете, те желания, которые вы ощущаете и так далее, как ни парадоксально это будет звучать, связаны с вашей потребностью в любви, с вашей потребностью в защищенности, с ощущением безопасности. Вот именно это то, чего, как правило, хотят люди. Я уверен, что это то, чего хотите и вы только. у вас к этому специфическое отношение. Ну, вы же какой-то ненормальный, в кавычках. Вот. Хотя, повторюсь, ненормального здесь только способ. Да и то возникают два вопроса. А могли ли вы в своем положении, ну то есть в том положении, в котором вы находились, в том положении, в котором вы были тогда, могли ли вы действовать как-то по-другому? На мой взгляд, нет. Да, вы правы в том, что действительно о таких вещах не будешь говорить всем подряд, в этом вы чувствуете себя, вероятно, одинок. По-человечески, к вам здесь много сочувств. Сочувствую в том, что со своей проблемой, со своим, можно сказать, конфликтом вы остались и продолжаете оставаться наедине. И, вне всякого сомнения, это очень грустно. И принимай вы себя, вам было бы легче. Вы бы смогли хотя бы об этом поговорить. Вы бы смогли, вы смогли бы хотя бы подобрать себе такого партнера, который относился бы к вашей такой особенности нормально, не боролся бы с меня, не подобрал бы ее, не конкурировал бы с вашей мамой, как это может быть, а принимал. Относился к этому спокойно, уверенно. И со временем, вполне бы, вполне возможно, что ситуация бы разрешалась. Поэтому я бы сказал, что, как мне это видится, что, в первую очередь, вам нужно не столько переключить свое внимание на что-то другое, да, и перестать, как бы, значит, находиться в этой парадигме, в которой вы находитесь, не столько это, сколько принять то, что с вами происходит. Ну, в конце концов, мы же по счастливой, я надеюсь, случайности не являемся судьями. Мы не судьи, мы никого не судим. Мы помогаем людям адаптироваться к тому, что с ними происходит, и то, что вы описываете, не является чем-то таким уж убийственным. Понимаете? Вы, в конце концов, никому не причинили вред, вы, в конце концов, никому не навредили. Вы просто человек, который, ну, как бы, оказался в определенных обстоятельствах. Капархон не знал и, вероятно, до сих пор не знает, как себя вести и что делать. А вообще-то, никакой тайны нет. Нужно только понять, как работает ваша, ну, текущая, настоящая система в своем отношении, например, с мамой, даже если вы вживую не общаетесь. Нужно понять, чего мама хотел, например, и хочет, например, для вас, то есть, какие она, значит, посылала вам сообщения, какие это были месседжи, что вы принимали, так-то, ну, что было от нее, да, и что принимали вы. Это не одно и то же. Это только кажется, быть может, что одно и то же. Но нет. Совершенно это не одно и то же. Вот я бы начал, пожалуй, с этого. Я бы начал с вот этих аспектов. Я бы начал с вот этих моментов, по крайней мере. А больше бы уже смотрел, что можно для вас сделать. Понимаешь, это, как кажется. Понятно, что у вас может быть свое вид, ситуация. Как-то иначе вы можете смотреть на это по-другому. И, возможно, вы будете правы. Но с моей стороны, с стороны моего опыта, с стороны моих ценностей, моих взглядов, с которыми вы можете быть не согласны, и это, в принципе, нормально. Все выглядит так. То есть не так, в общем и целом, страшно, как вы это себе представляете. Знаете, вы в какой-то степени напоминаете мне историю более такую, скажем так, более классическую историю, скажем так. Когда эта история, кстати, хорошо описана в психологической литературе. Когда родители, например, допустим, злоупотребляют алкоголем, да, к примеру, или сигаретами, или чем-то еще. Говорить своему ребенку так нельзя. А сам кайфует от того, что он делает. И, как бы, ребенок он считывает, вот, как раз, то, что родители кайфуют. А мне точно нельзя. Понимаете? И я надеюсь, я надеюсь, совершенно не парадоксальным образом вы делаете то же самое. Совершенно не парадоксальным образом вы так же считали то, от чего кайфует, например, ваша мама. То, что она реально, на самом деле, делает. А не то, что нельзя и так далее. Для ребенка это, знаете, такой парадокс. Для ребенка это повод к расщеплению. Для ребенка это травма. Для ребенка это тяжело. И совершенно очевидно, что, да, вот, тяжело было вам. Да и не просто было тяжело, но и до сих пор тяжело. При этом, при этом, обратите, пожалуйста, внимание на следующий аспект. Вы, как бы, говорите, по факту, что если вот это не поможет мне, то я не вижу смысла в дальнейшем существования. То есть, у вас и смысла жизни получать особо нет. цели в жизни, чтобы, потому что, ну, хорошо, хорошо, а там не получилось у вас, в силу ряда причин, да, значит, построить семью и построить отношения. Но всегда можно заняться чем по другим. Есть много, как мне кажется, способов реализации. Но для вас очевидно. Способ реализации вот такой. И то, что он такой, совершенно не случайно. Понимаете? Поэтому тут еще момент в том, что, концентрируясь на том, что вы описываете, концентрируясь на тех моментах, которые вы описываете. Вот. Делая на них акцент, вы вряд ли себе помогаете. Гораздо лучше и продуктивнее, хотя из моего опыта, как я бы сказал, гораздо лучше и продуктивнее, в данном случае, рассматривать человека и его, ну, как бы, проблематику, скажем так, что называется, более комплексно. Как бы, то есть, более, более широко, не сводя, как бы, его, ну, его суть, его, как бы, природу, вот, к этим аспектам. Которые, да, мешают жить. Которые, да, затрудняют достижение, достижение, там, определенных, значит, целей и задач. Да. Это правда. С этим никто не спорит. Но, все-таки, это не единственное. Понимаете? Все-таки, помимо этого, есть еще и вы. Помимо этого, есть что-то еще. Ценное, важное, интересное, в конце концов, для вас. А вот, вы, как-то, все так представляете, да, вот, вы так все, как-то, описываете, что, вроде как, и нету. Это единственная, такая вот, определяющая история для вас. Что, если, вот, я это не исправлю, как бы, говорите вы, то все, смысла жить нет. Если я это не подкорректирую, то все, во чем я живу. И, ну, я надеюсь, вы понимаете сейчас, что я скажу, что парадоксальным образом, фиксируя на этом свое внимание, вы не получаете для себя мотивацию что-то менять. Таким образом, понимаете, в чем штука. Вот здесь, пожалуй, является самым, самым неприятным для вас. Потому что, даже, отрицательная фиксация внимания на это, вы можете сказать, вы можете спросить, а почему, например, я, эээ, я говорю только о таких вот внешних историях, о таких вот внешних моментах, потому что считаю, что они, во-первых, тоже важны, а во-вторых, я думаю, что о глубоких моментах, тем более, касающихся, касающихся вот такой темы, лучше все-таки говорить приватно, а не как бы, ну, вот так, как это вот, например, происходит сейчас, да. Кроме того, практически всегда остается вопрос, касающийся того, как я буду жить, если моя проблема решится. Ну вот, нету у вас, эээ, завтра, этой проблемы. Как вы будете жить? Что вы будете делать? Куда вы будете направлять, эээ, свой расчет? Вы можете сказать, на женщину и все, так, а, хорошо. Но как? Вы умеете, эээ, выстраивать отношения, вы умеете, эээ, и знаете, например, эээ, допустим, как это, грубо говоря, ну, быть мужчина. Не в том смысле, что вы не мужчина, нет. Ни в коем случае. Не в том смысле, что вы не мужчина. А в том смысле, что, ведь, эээ, модель, модель это поведение мужского, мужской модели поведения. У вас, мне кажется, нет. Это грустно, это печально, но судя по тому, что вы описываете, эээ нет. И наша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы вам ее дать. не то, не только, вот, избавить вас от, эээ, той проблемы, которую вы описываете. Но задача научить вас жить. А, согласитесь, учиться жить, эээ, например, эээ, там, ну, допустим, учиться жить, вот, зная, что, по возможности, эээ, всегда можно, хотя бы, хотя бы ненадолго, вернуться в привычное русло. Согласитесь, это дает некоторое спокойствие. Поэтому, эээ, я боюсь, что в глубине души вы не можете сейчас ответить себе, зачем что-то менять. Ну, то есть вы, может, вы можете что-то менять, хотеть что-то менять. Вы, безусловно, можете, вы можете, эээ, что-то менять, потому что, есть ощущение, что надо это делать, но, постарайтесь, постарайтесь и слышать меня, а не потому что вы хотите. Вы себя, вы себя заставляете, вы говорите, я себя долго к этому готовил, то есть, как бы, стыдно, говорите вы. И стыдно в том числе, потому что это не очень понятно, а зачем. Ведь вам же это интересно, вам же это нравится, вы же этого хотите, вот. Может быть, вы их и как по-другому не знаете. То есть, видели, конечно, вот. Завидуете, может быть, кто по-другому может. Вот. Но сами не знаете. Вот в чем, как бы, здесь, пожалуй, история. И, на мой взгляд, на мой взгляд, знаете, здесь можно вот такой, как мне кажется, применить вот принцип, принцип, да. Когда, ну, на мой взгляд, опять же, можно применить вот такой принцип, что, когда человеку, например, хочется, там, ну, словно говоря, по-маленькому или по-большому, да, вот. Вот. Стыдно. Стыдно. Стыдно, да. Пока желание не достигает определенного пика. Вот. Стоит желание достичь определенного пика и уже не стыдно. Уже все равно. Понимаете? Вот. Я не говорю, что вам должно быть все равно. Всегда. Вы поймите меня. Поймите, поймите меня, пожалуйста. Правильно. Но обращаться за помощью, обращаться за помощью, никогда не стыдно. Ваш страх, что вас упекут, как бы, в другом, как вы выразили, он не случайно. Ваш страх, что вас, ну, в принципе, упекут куда-то на то, что вы обратитесь к кому-то. Не случайно. Этот страх не случайно. Он не просто так у вас. Он призван оставлять вас в этом благородоположении. Так вы себе объясняете. Конечно, иногда вот эти вот комплектующие стороны у вас меняются. Их, что называется, соотношение, как бы, соотношение сил, что называется, что они являются, ну, так скажем, постоянным, ну вот. Соотношение сил меняется, что это одна, что другая сторона, ну вот. Но правда в том, что и та, и другая сторона, это вы. И поставить себе цель полностью избавиться от, ну, какой-то стороны одной. Даже если мы вот как-то допустим, что эта сторона негативна, на мой взгляд, довольно деструктивна и всегда будет вызывать сопротивление. А вот дать этим сторонам некое такое более корректное соотношение, чтобы можно было с этим как-то вот существовать. Эта идея мне нравится гораздо больше. Поэтому мне кажется, что хватит вам уже как-то вот себя мучить, как-то вот себя пытаться какие-то рамки помещать. Да, хватит вам, как мне кажется, себя насиловать в прямом и переносном смысле. Вот, продолжая как-то тем самым делом своей мамы, вот. Которая, я уверен, ну, по-своему вас любила, конечно же, и, может быть, и любит до сих пор, но, которое, очевидно, вот вам, ну, такие вот, не самые хорошие, не самые такие вот, прямо скажем, как бы адаптивные вещи заложила и дала, вот. Она чужая, по-своему несчастная, меняет хорошей жизнью человек, часто меняет интимных партнеров, вот. И, в целом, попробовать посмотреть на маму по-другому, не так, как она видится вам сейчас, хотя и это тоже было бы, как бы, ну, корректно, да, посмотреть. Посмотреть, а как я маму вижу сейчас вообще, что она для меня, да, как я себя чувствую с ней и так далее, вот вы рассказывали про свои фантазии, что в этих фантазиях преобладает, вот. Да, влечение интимного, сексуального, да, понятно, но это не, но это никогда не лично одно одно. Там есть всегда что-то еще. На этом все, надеюсь, что помог вам. Будем благодарны за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Закончить и закончить свой ответ я хотел бы так. У меня лично складывается ощущение, что вы ищите защиту у своей мамы, потому что сексуальное возбуждение нас появляется тогда, когда мы чувствуем себя защищенным. Ну, нет у человека сексуального возбуждения, когда он находится в опасности. Его нет. Потому что, извините, другие цели, извините, другие выгоды и так далее, вот. Вы чувствуете себя в безопасности. Что автоматически означает, что вне этой парадигмы вы себя в безопасности не чувствуете. Согласитесь, звучит это логично. Вот и начать стоит с безопасности. Поймите, то, что вы описываете не является причиной. Это следствие. И относиться к этому нужно, как к следствию. Следствий много. Причина одна. Понимаете? Ну, точнее, причин тоже как бы может быть несколько. Но все же их гораздо меньше. Вы видите только одно следствие. Потому что оно окрашено. Но их далеко не одно. Удачи вам. Собственность на новой добром. Собственность на новой добром. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...